Всем привет, друзья! Вы на канале Майнхантер, меня зовут Олег, и сегодня мы с вами соберем арбалет мамбы для боуфишинга. Что нам понадобится? Сам арбалет, в моем случае, это супер мамба, но на самом деле подойдет и обычная катушка для боуфишинга, в моем случае это самая обычная декатлоновская дешевая рыболовная катушка, и, конечно же, крепление для этой катушки, ссылки на которые я оставлю в описании к этому видео. Я надеюсь, вы понимаете то, что вы можете использовать специальную рыболовную катушку для боуфишинга, которая продается в наших арчери-магазинах. Ее даже проще будет закрепить, там уже все придумано. В общем-то, берем арбалет, берем крепление и надеваем его на арбалет. Берем катушку и вставляем ее в одну часть нашего крепления. Берем второе крепление и зафиксируем нашу катушку. Все готово! Ну вот и все, я установил катушку с помощью креплений, которые сам напечатал на 3D принтере, так что ссылочку я оставлю в описании. Эти крепления позволяют установить обычную рыболовную катушку на любой обычный вивер. Нам осталось только привязать стрелу. В качестве гарпуна у меня используется самодельный гарпун, но по факту он ничем не отличается от заводского, кроме бегунка. В качестве бегунка тут используется кольцо от спиннинга. И это на самом деле не самый лучший выбор, потому что в этом кольце внутри стоит еще одно уплотительное кольцо, которое при тестовом выстреле, когда я готовился к этому видео, у меня тупо вылетело. Поэтому пришлось это вот так вот красивенько обмотать, но я не знаю, насколько это будет работать, но по идее должна. Так что давайте испытывать привязывать стрелу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот в общем-то и все. Все, что нам надо, это откинуть кольцо на катушке, и мы можем стрелять. Субтитры сделал DimaTorzok Короче говоря, есть идея. Сейчас как раз весна, надо доставать вот эти пробки из подвалов. Так что, кстати, да, я использую ЛЦУ, потому что коллиматор, который тут стоял, просто перестал работать. Поэтому надо покупать качественные вещи. Походу, веревочка не совсем подходящая для этих задач, но попробуем. По крайней мере, я сейчас потяну за арбалет, а там что отвалится, что порвется, что сломается, то и сломается. Я ставлю на веревку. А нет, смотрите, успех. А еще это отличный способ не ходить за щитом. Посмотрите, в кустах прячется кусочек изолона. Метров 15 где-то до него, так что давайте его добудем. Чуваки, добыл. Смотрите, какой большой. Ну я на самом деле не понимаю людей, которые охотятся, добывают, убивают. И поэтому я за развлечения, но исключительно спортивное. Поэтому изолон мы оставим там, где мы его нашли. Пусть живет дальше. Я тут решил совместить приятное с полезным, так что приехал испытать гарпун. Не просто так, а заодно забрать весь мусор, который тут люди понаоставляли. К сожалению, я успел загарпунить только три банки перед тем, как все бегунки у меня разлетелись. Вы, наверное, сейчас спросите, какого хрена я так странно выгляжу. Но все дело в том, что это единственные очки с поляризацией, которые у меня есть велосипедные. А камера сверху, чтобы вам было лучше видно. Сейчас мы пришли на воду и попробуем сначала выловить кусок изолона, а потом и что-нибудь из-под воды достанем. Ну что ж, с изолоном мы тест прошли. Теперь давайте попробуем пострелять в воду. Ну давайте начнем с чего-нибудь не сильно глубокого, прямо у берега. Посмотрим, что у нас тут водится. Может, ничего не водится. Ну, на самом деле, самая сложная часть этого процесса – это учесть преломление воды. Потому что ты видишь цель, но она-то на самом деле не там, где ты ее видишь, потому что вода преломляет свет. Я поставил ЛЦУ, но сейчас слишком светло для него. Так что, наверное, самый лучший вариант – это вечером или ночью с фонарем охотиться, тогда будет видно. Когда-нибудь у меня получится. А, смотри-ка! Вы видели? У меня получилось! Ладно, мы поймали на высоте примерно с сантиметров 30. Давайте попробуем зайти поглубже. Потому что даже с 30 сантиметров гарпун хорошо так входил в землю, ну, в грунт. То есть энергии достаточно, мне кажется, чтобы где-то на глубине метра даже кого-то поймать. Все, наверное, наконечник потерялся. Обязательно сажайте наконечники гарпунов на фиксаторы резьбы или сразу ставьте те, которые изначально вклеиваются в саму стрелу. Поэтому, что у меня сейчас я выстрелил, все хорошо, я проверил, при том, чтобы он был закручен, но каким-то чудом он открутился. Продолжение следует...